Я прошу прощения за небольшую задержку, которая возникла в связи с награждением. У нас возникла действительно очень интересная нестандартная ситуация, я расскажу об этом чуть позже. Пока что я хочу поблагодарить всех участников за то, что вы приехали, оставили свои дела, работу, там, кто-то с семьей, детей, кто-то при вас с собой. Приехали, было здорово, поиграли. Я сам и на рамках. Это правильно. Я считаю, что было очень здорово, было очень круто. Игры были очень интересными, эмоциональными, логичными. Финальная игра, я считаю, вообще в некомференции просто здесь. Но в конечном счете, как многие понимают, у нас все-таки спортивная мафия, и кто-то должен выйти победителем. Мы начнем с того, что мы наградим финалистов, а именно людей, которые прошли за финальный стол. И, соответственно, я их буду награждать в порядке места, занятых им на чемпионате. Я хочу с 10-го места и продолжу до 1-го. 10-е место... Сейчас я убежду вас. 10-е место... На чемпионате Израиля по памяти занял господин Илюха. Аплодисменты... 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 Спасибо. Аплодисменты... Седьмое место, к сожалению, все-таки проиграл в среднем веке, это вообще-то очень светло в Больвере. Седьмое место, чемпионат издинарной флотической партии, заданного ворота визит ворота Градьеву, сголовитом Абраму. Отдельная система, сголовитом Абраму, это мастер-палат, который мы пройдем в Больвере. Спасибо. Ну, что, вы поймете, кинтересно, да? Седьмое место. Есть немцы? Градьев. 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 Ниханю к нам, испог accomplishment. Седьмое место. Аплодисменты господину Дорфу. Соберечей, колечей, приближаемся к месту номер пять. Место номер пять занял... Нет! 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 Господин Фокс. Я очень удивлен! Господин Фокс. Спасибо, Господин Фокс занял пятое место. Я считаю, что в любом случае это человек достоин заполнительных аплодисментов два года подряд он за финальным столом. В прошлом году победил. И наконец четвертое место. К сожалению, четвертое место объявлять это действительно самая грустная вещь, потому что это тот человек, который не попал в призеры, в отличие от всех остальных, кто играли за финальным столом. И как мне не прискорбно это сообщать, но это действительно господин Фокс. Спасибо, господин Фокс. А теперь начинается самое интересное. Третье место на чемпионате Израиля по мафии и бронзовую медаль получает... Я еще раз все проверю. И еще раз все проверю. Господа Смородин. Аплодисменты господин Фокс. Господа Смородин, господин Фокс. Смородин Фокс. А, господин Фокс. Самое интересное, впереди... А дальше начинается самое интересное. Дальше началось самое интересное. Я расскажу, почему была задержка с проведением. У нас получилось значительно сложная ситуация. Дело в том, что наши сады игрока, которые были за финальным здоровьем, где-то все знают, это господин Фокс и господин Фокс. Понятно, что один из них выиграл. Проблема заключается в следующем. В регланте нашего турнира прописано и как бы, собственно, в законе государства Израиля прописано, к сожалению, к сожалению, это прописано, что мы имеем право давать ценные визы людям, не достигшим 18 лет. К сожалению, господину Брэкману еще не исполнилось 18 лет, но тем не менее, именно господин Брэкман становится чемпионом. Израиля. Спасибо, ребята. Этот приз наш будет чемпионом Израиля. Я вас поздравляю. В этом году вы не сможете отправить вас на чемпионат мира, но в следующем году вы обязательно будете участвовать. Я очень надеюсь, что в следующем году вы тоже победите. И вот в следующем году мы точно отправим вас на чемпионат мира. Наталья. Разумеется. АПЛОДИСМЕНТЫ Господин Брэкман, молодец. Затащил в канальный стол. Будущий там в игру комиссара. Вот. Второе место. Теперь внимание. Теперь внимание. Распределение призов. Таким образом получается следующее. Господин Брэкман получает кубок. Брэкман получает медаль, разумеется. Получает бесплатное участие и проживание в следующем чемпионате Израиля через год. Точно так же, как получали чемпионы. Вы участвуете и живете бесплатно в следующем году. И вы получаете один год бесплатной игры во всех клубах Израиля. Это вам, кстати. К сожалению. Опять-таки. К большому сожалению. К большому, к сожалению. К большому, к большому моему сожалению. Не память прописано. Кладачок на съемке только. Совершеннолетних игроков. Это прописано не просто так. Господин Брэкман. Господин Брэкман занявший второе место. И мы должны только что начать с чемпионатом первое место. Будет представлять нас в Москве на чемпионате мира в Москве. Вот вам диплом я попал. Господин Брэкман будет представлять нас в Москве на чемпионате мира. Господин Брэкман, мы все, вот реально все, мы будем очень за вас болеть. Мы будем постоянно звонить подсказским организаторам. И морочить им голову, ну как, ну как, ну как, ну как, ну как. Водим? Водим? Спасибо. А теперь, как там было еще? Еще один маленький момент. Как вы знаете, где-то еще за три месяца до этого чемпионата, мы объявили о том, что пора бы нам уже как-то немножко награждать людей, которые вносят очень большой вклад в наши движения. И сегодня мы будем награждать таких людей. У нас есть премия «Золотая маска». Премия «Золотая маска» — это ежегодная премия, которая будет вручаться в трех номинациях. Это лучший ведущий, лучший новичок, то есть лучший игрок, который начал играть за последний год. И лучший игрок по версии «Судьи чемпионата». Лучший игрок по версии «Судьи чемпионата» — это по сути гран-при. Это по сути гран-при. И его очень почетно получить. Все остальные тоже. Я очень… Господин Аллес, можно нам «Премия» «Золотая маска»? «Золотая маска» — это «Золотая маска». Спасибо за просмотр! Продолжение следует... 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 Я пошла собираться.